Тема капитанская по этому интервью. Вопрос, я думаю, можно сразу подходит. А призы дадите? Самому полостому. Местодательское тестирование. Часто можно слышать, что это методология. Это не методология, а просто подход, который может применяться при каких-то других методиках. Подход основывается на одновременном изучении продукта написания тестов при их выполнении. Основная идея состоит в том, что каждый следующий тест, который мы будем проводить, он основывается на результатах рано предыдущего. То есть мы делаем какой-то вывод и решаем, что мы будем обманивать после этого. В связи с криптовой тестированием можно абстрактно представить каким-нибудь таким образом. Вопросы есть или предложения? Немножко помедленнее, посвали. Получается, мы не пишем тест-план или еще что-то. Мы не пишем тест-план. Мы не пишем тест-план. То есть мы устраиваемся создать тест-план в VLG, мы его создаем каждый раз после предыдущего теста. Мы его проранили, сделали ксовт тест-плану, проранили, сделали еще один ксовт тест-плану. Основная идея в том, чтобы сделать полное покрытие. То есть мы раним внешне хаотично, но направлено на то, чтобы покрыть функционал полностью. Нужной вопрос? Да. Я так понимаю, что тестирование хорошо при первоначальном устройстве. Вот пришел, устроился на работу, в первый раз увидел продукт и... Ну, с одной стороны да, с другой стороны не очень. Потому что... Если человек вам знаком с продуктом, он не знает лимитации, не знает интеграции, еще чего-нибудь такого, он просто кейсы не додумается до них. Поэтому да, это неплохо, институционно сразу найдет свое по себе применение, но, как правило, указывает, что у одного человека он находит кучу AI-багов, а серьезных эффектов неочевидных. Он стоит в большом количестве. А основная область применения это не протестированный область, то есть когда мы получаем новый функционал, это очень удобно. Неизвестный функционал... Вашу вопрос? Да, да. А следующее тестирование? Это мануальное, автоматизировано или неважно? Это вообще не тестирование, а подход. Коммунизация этот подход применит достаточно трудно. Но, опять же, если так вас напишут автоматические тесты, то ты можешь прямо по результатам предыдущего теста взять или создать следующий, и в результате всех вот этих тестов, которые свеживают за предыдущих рамок, ты делаешь более-менее вменяемое полное покрытие, то да, почему нет? Тогда это искусственный интеллект получается? Да. Искусственный интеллект получается? Да. То есть он сделал тест, подумал и придумал следующий. Автоматизировать, наверное, не получится. При всем желании. При всем желании. Нет. Искусственный интеллект, ты же делаешь. Как вы делаете? Только не придумайте, что существует. Постоянно дошли с одного теста сложно. Одновременно? На основе самообучающейся системы. Да. Даже если у нас короче съемок паритизации, то большие важные критики, хай-детекты мы вряд ли найдем сразу. При использовании спортера тестинга этот шанс понятно выше. Если у нас даже хорошо протестирует область, что они являются уже основным использованием спортера тестинга, эффект пестицеда, который сейчас представляет, ничто иное, как те тех, которые из релиза в релиз остаются и не въявляются только потому, что в своем раме в одни и те же тесты, а и даже если спектр его специально тестами мы где-то правим, туда все равно критики они не попадают, и эффект остынет. То есть при использовании спортера шанс найти эти эффекты достаточно большой. Вот мы говорили, что если неизвестный функционал, спортер их хорошо. Например, новый или новый продукт в известном, в хорошо описанном, в хорошо специфированном продукте также эксплортер и полезно, потому что спецификация у нас также не идеальна, как все остальное. То есть сначала мы следовательски пройдем по спецификации, а потом попробуем? Нет, если там, где есть. Надо считать, что чем ближе микроэджел, тем эксплортер и лучше. тем больше шансов, что мы не имеем спецификации. Но даже если у нас есть спецификация, то эксплортеры имеют свои критики, да. Потому что даже если мы полностью сделали, исходя из нее, она сама по себе могла быть не идеальной. И почти очевидно, что она это и была на связи. Недостатки. Недостатки есть, исключительно. Например, сложность контроля для полноты покрытия. А как вы узнаете полноты покрытия? Как вы узнаете полноты покрытия? Это же самая большая проблема. То есть, если тестирует один человек, то это всё относится к нему, это полностью его ответственность. И он в голове конструирует карты покрытия, пытается его покрывать. То есть, понятно, следующий тест, в идеале, он ранен паритетом предыдущего, но он имеет в голове общую картину, пытается просто запоминать, либо идет карта, либо где-то рисует вести, или таблицы какие-то пишут. Но да, от сечённости могут и будут проблемы и так далее. Опять же, чем ближе ты к agile, тем более часто оправданно. Тем более слабо. Если продукт большой, то мы вынуждены делить области ответственности и выдавать каждому по какой-то арее. То есть, исходя из чего угодно, мы делим это. И в таком случае мы опять же приближаемся к каким-то минусам скриптового подхода. Потому что чем больше мы подробили продукт, чтобы как-то проследить над тем, что он делает, тем больше слессировщик будет ранен что-то очень локальное. без саженых в закрытом сценарии. Поэтому оно становится похожим на экспортере в чистом виде. Чё такой эффект? Как? 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 Чуть-чуть громче можно, да? Окей. И проблема ответственности больше или меньше. С одной стороны, нужны более ответственные люди, потому что им поддаётся какая-то область на тестирование, и фактически нет никакого мониторинга. И нет тест-плана, нет статусов, он просто сам в конце даёт какой-то отчёт. То есть это подразумно полагает наличие более ответственных людей с другой стороны, когда что-то тут играет и понятно, кто будет виноват. Когда у нас кто будет тестироваться, понятно, у нас есть план, мы смотрим, был ли там этот век, если был проблем там, если план написан правильно, и как не найден, то вообще понятно. Вопрос можно? Да, да. А как тогда продать кастер тестирования, если мы никак же уже осветить несплату? Ну, это не значит, что мы делаем на финальной версии, во-первых. Это можно делать во время внутренней федерации. То есть это чисто своя инициатива? Ещё раз. То есть приходит к вам, в общем, ваш менеджер и говорит, чувак, чем ты занимался весь день? Да. А я исследователь тестировал и искал вообще кинет. Ему нужно отрепортить, что он сделал, что говорит. И вот как он будет репортить, если репортируйте. Слава. Ну, как это? Я просто пришёл к этому заданию. Задание было обложено в той или иной степени очевидности. И он репортует именно в степени выполнения. Кстати, кто-то занимается эксплуателем? Да. Вот расскажите, как у вас тут происходит. Очень много. Приходит шеф, ты ему говоришь, не, ну я же профессионал, я всё сделал. Он говорит, а что ты делал? Он говорит, ну вот области расписал, вот три дефекта. Нормально? Всё, agile. Давайте я ещё раз повторю. Ну сначала, когда человек приходит в команду, он не знает, как задумка, естественно, ему что-то рассказывает, что-то объясняет. В основном он занимается транспортом рефессирования, потому что его нужно познакомиться с кому-то. То есть он сам находит себе юзерсторий, сам находит какие-то фичи. И за счёт этого иногда навещает нас расходить какие-то баги, которые были пропущены в полном уровне. То есть он только что продвигает. Потому что уже глаза замылены, и они уже были сферы. Далее человеку предлагается список стандартных тест-кейсов, которые он ранен, чтобы быть уверен, что человек сильно покрывает всё. После этого, когда все эти тест-кейсы уже изучены наизусть, почти не меняются, то есть ищутся регрессии, мало добавляют своих фич, переходит в человекную стадию, опять же, в скорые тестирования, но уже имея в голове возраунд, собственно говоря, своих предыдущих. То есть он уже осознан ранее юзерсторий, которые сам, собственно говоря, придумают по ходу дела. Я уверена, что они в целом сходны, у каждого есть какие-то свои любимые пути и маршруты. И таким образом создаётся как раз неплохой выхранник. То есть меняя несколько областей, знаю, что разные люди по-разному входят, можно как раз узнать, кто у нас в этой фоколиции осозначит, что прорушили уверенность, чтобы ничего не пропустить? Следующий доклад Ева делает. Тему, да? Вообще ерунда. Тут мы говорили, что сложность контроля выше, но каждый раз мы собьём уникальное покрытие. И, соответственно, вероятно с того, что мы найдём дефект, который был потерян, мы ранили одни и те же, все равно заметно вышли. И это же само же является минусом, потому что информация фактически теряется. Если мы её не использовали, и эти классные кисти, которые мы придумали, которые были неочевидны, и которые было просто стыдно сразу писать в тест-план, но которые оказались реальными, и которые действительно имеют вероятность, что там будет найден дефектор, то мы эту информацию можем записать. Оставить, например, в тест-плане. Но, в принципе, какое количество информации, которая теряется, перед в кисти. Мы пошли к тест-плане, узнали, узнали крайний тест, который мы не знали до того, проранили. Потом уволились, перешли на другой проект, и информация у меня не осталась. Она нестиглется по даюшему дефекту. С тест-плане она практически теряется. Ещё из зимы осталось. Ещё из зимы не записать, когда каждый шаг их проводит. То есть, не донировали шаги, а когда... Потому что цель их сложно не записать все шаги, потому что большинство этих шагов будут странные, как минимум. Если их будет делать другой человек, это будет выглядеть странно. То есть, когда... Но мы можем всё равно слухом взять баги, пройтись по багам, и в тест-план прописать сценарии всех багов. Но это тоже вряд ли будет идеальным вариантом. Такое дело... Ты понимаешь, что он уже пробовал? Это будет либо огромное количество зонимы. И мы теряем как бы основной плюс экспорта, это то, что мы экономим время. То есть, мы его используем для того, чтобы экономить время. А то время, что мы сэкономим, потратим на то, чтобы записать вот эту вот... В общем случае очень сильную ерунду. Почему ерунду? Потому что когда человек ранит, он имеет какое-то понятие, что он делает, он пытается сделать полное покрытие, и он пытается в той или иной степени делать приоритетацию, исходя из того, какие дефекты и какие-то странности в поведении он нашёл до этого. То есть, он может быть не нашёл баг, но или какую-то странность, пытается его найти чуть изменёнными тейсами. И когда это будет делать другой человеку все эти шаги, это будет новый. Во-первых, нужно будет очень детально описать, потому что они будут непонятны, непонятной природой и целью. Скорее вопрос, количество повторений. То есть, к тому же дефекту, можно прийти к 10 уже даме, и к соседнему теми же 10 уже даме, с которыми 8 будут одинаковые. Это патизм. То есть, потом тяжело эти тесты поддерживать. Вы напишите много тестов, что-то поменяетесь, вы же потом всю эту араву попробуете изменить. Тест? Ну как, почему? Если вы хотите писать, то, наверное, лучше сразу записать хороший инструктовый тест-план. Это будет более эффективно. Сразу хорошо писать. Я думаю, если просто списывать ключ, если проект на инструкторе и конкретно будет здесь, то есть, фактически мы делаем то же самое, что при написании тест-плана. Мы повторили в пятый раз, но какой-то смысл испорт, то есть, что мы все равно пытаемся сделать полное подкрытие. Как и при написании тест-плана перед тем, как мы начинаем все это играть. Вопрос только в том, когда мы это делаем. Первый раз мы это делаем при том спецификации, второй раз мы это делаем при том, знакомство с продуктом. То есть, вы еще понимаете, какие принципы, полное тупо покрытие, при том, что мы не скрытаемся с продуктом? Только в уровне своего интеллекта. С этим все сделали и представляем от того, что все подписывает продукт. Мы вынуждены контролировать спецификацию в голове. Так или иначе. И держать это все в голове. В голове испортить что-то спецификации? Я вас правильно понял? Получается, мы все у нас сделаем полное покрытие, только с учет экспортер, и мы не будем методично шаг за шагом все проверять. Мы будем на таке звездить, мы пытаемся делать все тесты, а потом защищаться к той паке, а потом защищаться к тем местам, которые мы пропустим. Да, конечно. Если мы запомним. Если мы запомним, то мы не прогоним, там будет какой-то подход. Ну это уже абсолютно не надо вести. Чек-листырь помощь, как говорится. Это подход чисто вот в команде глобализации, вот КДЕВа, там это представлено наиболее лучшим образом. Все неформально тестировано вообще этот подход. Поэтому то, что это делается быстро, это помогает сэкономить время, это на самом деле не самое главное. Здесь совсем другой подход может быть использован. Могут быть найдены баги, которые пропущены. У меня просто не один пример может привести. Если у нас есть тесты формальные, человек не зная продукт, он в принципе эксплоратори тоже не сделает достаточно хорошо. Но идя строго по тестам, очень большой шанс, особенно для неопытного человека, не очень опытного в продукте или в тестировании, пропустить очень важную проблему. Только из-за того, что он зашорен. Он идет строго по степам, он шаг лево, шаг право, он это не воспринимает. У меня была такая ситуация, когда очень страшный дефект, уже накануне релиза был пропущен, нам вернули по сути релиз из-за того, что этот баг был пропущен новичком. Он не знал нормальный продукт, он шел строго по степам теста, который не содержал в себе покрытия вот этой вот смежной функциональности. То есть, если бы человек был опытный, он бы с помощью вот этого подхода, неформально, он мог бы посмотреть, там где-то предположить, что это, мы не можем это гарантирутировать. То есть, у нас была скорее проблема полуты покрытия, чем то, что он некачественно на работе. Да. Потому что даже, даже если бы был профессионал, он мог бы, он все равно не делать сильно вокруг, он делает вокруг там или тут, он мог не делать вокруг именно тут. Гарантии никто не дает. Понятное дело, что всех багов не переловить. Наша задача, если вот, чтобы было понятно, хороший пример вот такого вот неформального подхода, это смоук-тесты, или санити, как их некоторые называют. То есть, это тест, который проводится на каждом билде. нам приходит билд, нам нужно быстро посмотреть, какой статус по нему мы можем предоставить. Хороший, нехороший, основная функциональность, рабочая или нет, или есть какие-то критические баги. Для этого делается вот такой вот неформальный тест, прогоняемый тест. он смотрит, что выедет какие-то критические баги. Да. То есть, он позволяет пройти основную функциональность, не вдаваясь в какие-то детали, и определить вообще, можем ли мы с этим билдом работать, нет ли там каких-то серьезных проблем. Дальше уже идет работа детально по тестам, или как-то, то есть, в принципе, конечно, формальное тестирование должно быть обязательно. Но вот такой неформальный подход позволяет, вот как-то взглянуть на продукт, свежим взглядом, или опытный человек посмотрит, знает, где могут быть какие-то проблемы, сразу просмотреть и дать статус. Это самое важное. Вообще, даже таки, что мастеризирование, тестирование, он позволяет дать статус. Быстро. То есть, это тоже очень такая интересная вещь. А еще лучше не на саните, а еще раньше, когда программист только сделал, еще билды даже нет. То есть, у него проверят прямо на компьютере. Ну, это уже был программист. Это эксплуатер? Нет, почему? Он зовет тебя. Проверь-ка, пожалуйста. Ты проверяй, без тестов, никаких тестов еще нет. Фичи еще только на тебя объяснили. Как правило, билд ты пишешь не один программист, ты же не будешь каждого пить. Да, то есть, я смотрю, у кого как устроено. У нас, например, такого нет. Называется кофе-тестинг. Пока я пью кофе, ты быстренько посмотри. Это интересный тоже, кстати, можно провести какой-то семинар в этой теме, потому что это интересное. А вот Ела в следующий раз подготовить. Она как раз спрашивала тему. Можно просто доказать? Потому что равнозначность цикла очень условная. Даже если это будет ранить один и тот же человек, то статусы в одной и другой итерации, которые были покрыты споративно, они, вряд ли, и однозначно соизмеримы. Если мы раним спирты, то там есть что сравнивать. Эту отчётность можно использовать. Если это и в характере, то там всё сильно зависит, кто бы на сколько это делалось. что-то. 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 Как радчик. Ну, не радчик. Быстренько что-нибудь сделаем, но прикольно работает, не падает, а просто дальше. Что-то ничего не случилось. Иногда программисты такие говорят, вот тут короче не трогай, вот тут оно ещё сырое, вот тут не лезь. Ну и ладно, думаешь. Доделаешь. Смоп-тестинг проверяет критическую сумму находит заместное количество сумм в critical bug. Всё зависит от проекта. Это наш проект, и смоп-тестинг – это просто прогнать процесс. Если посиделся, уже всё хорошо будет. Если сходился, это не было время. То есть это уже самое какое-то проект. То есть у нас, например, это критичный сервер по сути, и поэтому для нас уже шланг. Давайте сначала разберём, что такое смоп-тестинг. Мы не проверяем качество, мы не проверяем качество. Может, все по-разному понимают. Лучно с этого надо начинать. Да. То есть оно так и было. Оно пришло не из тестирования. То есть ты включил, выключил плату. Если дым пошёл… Да, да, именно, оно и есть. Программа запустилась, уже спасибо. Просто вы так и бросаете. Продолжаем. Такой смирт используем Exploratory. Как и Exploratory при ранее существующих полузнайных тестах. Мы раним по шагам и в то же время пытаемся, кроме той карты, которая существует в этих скриптах, конструировать, опять же, карту покрытия у себя, делать тесты вокруг написанных то они вокруг каждого, а вокруг предыдущих. Запоминаем все и делаем какие-то сложные кейсы, которые не написаны. В таком случае, Exploratory может быть как бы аноним к слову monkey testing. То есть оно может быть противоположное monkey testing в одном аспекте, а в другом это может быть противоположное скриптоволомку. То есть это зависит от того, как вы понимаете, когда это нормально. В принципе, может быть так условно определить как модуль, если как-нибудь модуль что-нибудь протестировать? Чем больше мы бьем на какие-то части, тем меньше таких сложностей, тем больше как у скриптового подкрытия получается. Потому что мы не можем выйти, мы можем найти десекцию в одной части, догадаться, что это объект или что-то в другом месте, проверить. Оно не воспроизойдется, об этом помнить, потом придумать еще какой-нибудь кейс, ранить, и оно там воспроизойдется. Когда мы... Скажите, кто использует экспорты и экспорты все же? Как воспроизводится четкость? Самое интересное. Ну давайте, сфиксируем. Можно, да? Конечно. У меня есть два опыта с разными продуктами, они оба успешны. Я там и там использую экспортный тестинг. Я не могу понять, я что единственная здесь такая? То есть, в принципе, мы работали в первом продукте на BlueJile, да? Можно отсюда, потому что слышно было. Конечно, это неудобно. То есть, BlueJile был очень, как бы, разбит продукт на маленькие кусочки, и мы эти точки подальгали, да? То есть, это был продукт написан с нуля и до финальной точки. И второй раз у меня был продукт, это продукт, который сейчас идёт. У нас в интерфол, который плавно перетёк, такой же интераклементный. То есть, у нас релизы каждую неделю. Опять же, продукт разбит на очень маленькие кусочки, которые очень быстро развиваются. То есть, я за неделю успеваю поверить за этот кусок полностью. То есть, если я буду ещё писать, то, ну, уйдёт очень много времени на это всё. Вот. Я быстро проверила, всё, у нас довольный пользователь. Отсчёт от сети. Ну смотри, в чём проблема отчётности. Пользователь потом смотрит, нет багов, всё замечательно. Кто гарантирует их отсутствие? А? Кто гарантирует их отсутствие? Ещё раз за статус? Кто гарантирует, что багов нет? Я. Проверено. А никто не может гарантировать отсутствие багов? Вот. Нет. Уже не попередили. Нет? 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 Такой вопрос. Вы скажите, если у нас уже есть несколько опланов, но мы в какой-то момент, когда понимаем, что в этом плане нам ещё тестировать, а если сменить направление, мы сейчас найдём и полный. А можно считать, что экспортировать, перетестить? Или это всё кибрид? Это кибрид, конечно. Но у нас, в любом случае, нет ничего в чистом виде. Важно agile в чистом виде. Поэтому это абстрактная методология. Как оптимизировать количество людей на разделение областей, чтобы сократить эффективность инвестирования, но в то же время чем больше людей, тем якобы быстрее делать спутники. Здесь, кстати, не так, потому что они могут на самом деле делать не и те же действия. Да. То есть, чтобы они не делали одни и те же действия, как приятные проваливаются. Ну разве что какие-то уж очень обособленные модули. Какая степень электронных? Ну мы знаем. И чем больше продукт, тем хуже. Серебряной пули нет. Пожалуйста, есть, к примеру, спешного применения следствия тестирования или тестирования базов. Ладно. Хороший вопрос. Если к вам пришел мегапрофессионал... Это идеальный вариант для тестирования базов. Да. Да, я не думал, может, базов. Нет, я просто этого не понимаю. Делаешь, все воспроизводители просто. Действительно, это так просто. Это, возможно, риск, это, и по-хорошему, либо должны в конце играть функциональным комплексом, либо иметь какую-то комьюнити, большой бет, либо что-то еще в таком блоке. Потому что у вас станут это оперативно, и адресом просто не подъем. Хорошо. А есть ли рекомендации реально что-то нужно применить или когда не нужно применять? Когда ничего не надо применять? Чтобы что-то найти? области по книжке это не протестированные области 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 гидроцификации и области нестабильных если это они, то город или там почти потому что отписывать это все равно нужно быть раньше или позже, но с помощью использования его можно идти подать сразу, этого мы не тянем. Делалый персонал получает специальный эффект. Вообще все хорошо в меру, и все эти методики, типы тестирования нужно прикладывать уже к реальным целям и задачам. Поэтому в чистом виде вот прямо говорить вот это надо делать именно так, а вот это надо делать строго так, но это просто не работает. Это невозможно 20 раз исследовать один и другой вопрос. То есть надо смотреть от сроков и прочее. То есть если сроки вы выделили на все про все 2 недели, то конечно нет времени на написание тестов, нужно просто дать какой-то результат в общем состоянии продукта. Вот цель как бы, я думаю, все равно в прямом случае одинаковая. Это отсутствие critical багов. Закай багов по минимуму low, medium багов. Это независимо от продукта и независимо от подхода. Просто в таком случае один подход более эффективен, чем другой. То есть точно так же о негативном и позитивном тестировании. Если сроки большие, то по идее нужно проверить опыт. Если сроки совсем ужатые, нужно просто сказать, что продукт работает, тогда не надо ходить. Такие просто во всем расскажут. Надо исходить из общих, из всех факторов. Если у меня есть вопрос, у меня есть вопрос. Представьте, у тебя есть 2 фичи тестирования. Они оцениваются от применения тестирования. И у тебя есть 2 тестирования. И у вас с ребятами есть 2 тестирования. Как ты реализовал? Каждому из них есть 3 фичи, и не будут со системой держать? Или лучше объединить все? Но я думаю, лучше объединить со системой, что не будут держать. Если у вас есть 2 тестирования, то найдут больше. Потому что партнер 6. А где-то конференция? Учитывая точка, но это не обязательно, но чем вы используете и содержание, очень хорошо у нас приместились. И чем больше они будут проэнтегрированы друг с другом, или связки общаться друг с другом, и то не делить, но еще и общаться с друг с другом, что они делают. Если они это смогут, то лучше им выдать что-то двоим. Делать что-то одновременно. Если у них 5 тестирования интеграции, то лучше все отдать одному автору, в это время, чтобы проработать скрипты, даже пусть это будет достаточно безопасно. То есть один проранен без каких-то особых оппонений. Просто то, что написано со слайдами. Второе в это время вы делаете свой ответ. Как вы сделали? Очень интересная задача. Я бы как предложила? Допустим, сказано, что 6 дней, то 3 дня на фичу, 20 сиротчиков. Я бы дала, грубо говоря, смотря на объемы фичи, по день или два, каждому отдельно по фиче, для того, чтобы они поверхностно с ними однокомились, дали митинг с докладом, что эти фичи из себя представляют, человек в конце этого периода, один-два дня, должен иметь присмотрение за какие куски, в принципе, эту фичу можно разнуть. Дальше они делают перекресток тестирования, соответственно, они открывают таким образом, и может быть не 100%, а там, 130 по усиле, но зато есть большая шанс, что они в два раза, когда они будут больше. То есть на первом этапе лучше чем больше ведите, лучше. Всю команду с действием. Если действием. Правильно. На первом этапе да, потому что вероятно с того, что они быстро будут, в принципе, дефекты очень большие. При Explorer 3 вероятно сойти критический эффект быстро, выше, чем при слиптом тестировании. Поэтому, если у нас стоит такая цель, то да, это оправдано. Пусть у них кто-то даже сделает то же самое. А кто-то из них, он пойдет. А ты нашел общение. Правильно, что как первичный исследование сделал фонт 1, его достаточно сделать. Дальше обмен информацией, дальше разделение областей. Общение необходимо, например, в том числе, потому что у нас, как правило, не спецификация, как правило, как правило, нам нужно его спрашивать, что они писали. Потом ее тоже. Или у заказчиков что заказывал. Потому что, иначе что мы тестируем, все равно не знаем. Что этот продукт должен делать. Или что эта часть, кто сна, должна делать. Все, отпускаете его. Все, готово. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА